20-й лунный день. Ключевые слова, осознание своей цели, взгляд на свою жизнь с высоты птичьего полета, корректировка, понимание того, что все не случайно, активная жизненная позиция, преодоление сомнений. Основные свойства дня. Удачен для всего, кроме унылых, необходимых, дел. 20-й лунный день предоставляет новые возможности, о которых вы не подозревали ранее. Вы можете увидеть решение там, где даже и не думали смотреть. Сегодня многие сомнения покидают вас, вы начинаете действовать. Это очень энергичный день. Но энергию тратьте грамотно. Сосредоточьтесь на одной цели. Люди сегодня общительные и открыты, совместно вы можете придумать что-то новое и уникальное. Вы получите огромное удовольствие от общения. День этот является довольно серьезным. Он связан с духовным преобразованием, преодолением сомнений и познанием космического закона. Хорошо начинать любое дело, ведь оно обязательно будет иметь успех и удачу. День преодоления сомнений. Нельзя переутомляться и жертвовать чем-либо. Действительно необходимое приходит само собой, без особых усилий. Сейчас луна убывающая, а в этот период луны жизнеспособность организма снижается. Человек становится менее активным, быстрее устает, а его реакции замедляются. Поэтому в этот период следует заниматься налаженными, не требующих особых усилий делами. Двадцатый лунный день. В период от полнолуния до последней четверти какой-либо процесс направлен на завершение. Максимум пройден, теперь остается только до конца использовать ресурсы и завершать дела. Начинать можно лишь те, которые возможно завершить до новолуния, начало остальных следует оставить до нового цикла. Убывающая луна словно отдает женщине частичку себя, убывая, она делится своей мистической силой, у людей в это время отмечается прилив сил и энергии. Но чем меньше делается лунный серпик, тем менее активным делается человек. Словно какая-то усталость наваливается откуда-то. Но тем не менее. В этот период лучше всего начинать худеть, так как сил еще много, физические нагрузки не приведут к изнеможению. Кроме того, на убывающей луне организм активнее теряет жидкость, выводятся токсины. Позаботьтесь о том, чтобы компенсировать потери минерально обогащенным питьем. Питание ограничьте калории, откажитесь от мучного и сладкого. Показаны фитотерапия и дыхательная гимнастика. Ешьте как обычно и следите за качеством питания. После 17 часов есть нежелательно. Желательно делать ежедневный массаж с использованием масел, способствующих выведению шлаков из организма. Образно говоря, 20-е лунные сутки – время высокого полета, когда вы имеете возможность взглянуть на прожитый лунный месяц с высоты, осознать его внутренние связи, понять, что ничего случайного не происходит, все закономерно и вытекает одно из другого. Этот период предназначен для активных, решительных, пробивных действий. Символ Орла означает, что сейчас вы можете очень высоко подняться и просто-напросто перелететь через жизненные преграды. Но для этого нужно осознать связь между вашей проблемой и всем окружающим миром. Недаром великие духовные учителя говорят, нужно смотреть не на вещи, а на связи между ними, и тогда вам откроется истина. 20-й лунный день и дает такую возможность проследить связи между происходящими событиями. Тот, кто сумеет воспользоваться данным шансом, приобретет много полезного не только в духовном плане, но и в материальном. Но шаг в небо всегда начинается с шагов в пропасть, с шагов в неизведанное. С шагов в смерть. Так, например, гусеница превращения в куколку воспринимает как смерть. Хотя на самом деле это очередной этап ее развития, метаморфоза, после которой она превращается в бабочку и изрожденный ползать становится жительницей неба, обретая способность летать. Недаром во всех без исключения мистических школ о посвящении, всегда смерть, неофит умирает для этой жизни и рождается для другой. В первую очередь, необходимо побороть свой страх и не бояться шагнуть в неизвестность. Ведь тот, кто идет в неизведанное, никогда не знает, вернется он или нет. Страх – самый главный и серьезный противник этого лунного периода, и для достижения успеха его непременно нужно побороть. Однако важно понять, что страх необходимо не подавить, иначе он просто уйдет в более глубокие слои подсознания, но все равно останется, а изменить его. Превратить из врага в друга. Луна в 20-е лунные сутки дарит человеку много энергии, которую он должен направить прежде всего на преображение своей личности, на духовный рост. Астрологи рекомендуют в этот день начинать строительство, вступать на ответственные должности. Принимать важные решения. По своей природе это весьма коммуникативный период, и использовать его лучше для обретения новых знакомств, установления дружеских связей, посещения друзей и так далее. Но при этом, как говорилось выше, необходимо обращать внимание ни на слова, ни на самих людей. А на связи между ними, и тогда перед вами откроется тайный, глубинный пласт человеческого общения, более красноречивый и искренний, чем сновидение. Второй враг 20-х лунных суток – занощивость, завышенная самооценка, наплевательское отношение к окружающим. Тот, кто ведет себя подобным образом, рискует упасть с высоты, то есть лишится всего, что он приобрел за предыдущие лунные дни. И само падение для человека окажется весьма жестоким, его последствия будут сказываться еще очень долго. Избегайте сейчас ссор с друзьями. Дело в том, что в отношениях между людьми в этот день наблюдается цепная реакция, так как все в мире взаимосвязано. И если сегодня оборвется нить в одном месте, то подобного эффекта можно ожидать и в других. Это как с связанными вещами, если потянуть всего лишь за одну ниточку, может распуститься вся вещь. Поэтому любой ценой сохраняйте дружеские отношения со всеми. Если у вас получится с кем-то наладить новые отношения, то подобная связь продлится очень долго и будет весьма крепкой. Опасности 20-го дня гордыня, высокомерие, брюзгливость. С этим днем связаны такие органы человеческого тела, как лопатки, верхняя часть спины, где у орла в крылья. А также брюшина. В этот день эти органы ослаблены. Этот день означает совмещение знаков Скорпиона и Стрельца, знак Стрельца, присутствие энергии Юпитера. Орел, символ религиозного подвига, на многих гербах является символом государственности. Это – благородный знак, олицетворяющий духовное начало в человеке, его преображение, вознесение, вдохновение, созерцание, смелость, способность преодолевать трудности, силу. А знак Стрельца, с которым связан 20-й лунный день, означает трансформацию сознания, природную интуицию, связывает воедино жизнь духа, души и тела. В этот день идет процесс преображения. Человек может приобрести ясновидение и познать космический закон. Это очень сложный день. Если человек не работал с предыдущими лунными днями, то 20-го лунного дня лучше не касаться. Просто можно заняться хозяйственными делами и семьей. Есть мнение, что для начинаний это один из лучших дней. Хорошо начинать любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Это день освобождения от любого груза, преодоление сомнений, познание космического закона, духовного роста. День освобождения от любых долгов или тяжелых состояний. Легко, отбросив все сомнения, принять на конец, важное решение и совершить важный поступок, и таким образом подняться в развитии на более высокую ступень. Не сомневайтесь, берите барьер. Наилучший день для голодания и духовного прозрения. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей, традициями. Можно изучать священные тексты. Опасности 20 дня, гордыня, высокомерие, брюзгливость. День добывания духовных знаний. Надо воздержаться от лечения. Хороший день для вызывания духов. Также можно продолжать заняться молифистикой. Это очень важный в духовном отношении день, когда включаются астральные энергии, астральные видения, день окрашен в голубой цвет. Это день получения духовных знаний, посвящения. В этот день мы можем сделать удивительные открытия. Увидеть мир в новом свете. Полностью преобразиться внутренне. Просто будем открытыми тому, что придет сегодня. Очень хорошо сегодня быть в обществе единомышленников. Именно их мнение поможет нам на многое открыть глаза. В этот день легко отбросить все сомнения, принять важное решение, совершить решительный поступок и, таким образом, подняться на более высокую ступень развития. Следует преодолевать гордыню, высокомерие, брюзгливость, диктаторство. Очень серьезный и интересный день – время духовного преображения и прозрения, преодоления сомнений, вознесения, познания космического закона. День наилучший для голодания Запрещается есть мясо и напрягать зрение, лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей, традициями. Не стоит экстрасенсорно лечить, при этом легко истощиться, отдать слишком много энергии. Если вы меняете место работы или переходите на новую должность в 20-й лунный день – хороший знак. В этот день можно перевоплощаться или меняться, делать окрашивание и новую прическу. Менять фамилию или принимать новое имя. Не лгите и не подличайте друг с другом, если вы решите зачать в этот день. В этот день будут эффективны любые духовные практики, направленные на самопознание. Даже если вы не практикующий, будет очень полезным задуматься над своей жизнью. Совершаемыми поступками, над тем, к чему вы стремитесь и чего уже смогли добиться. Вместе с тем, что было уже сказано, знак Орла также символизирует гордость, власть, верховенство. И это значит, что в 20-й лунный день. Важным аспектом в работе над собой будет являться усмирение собственной важности, искоренение в себе таких качеств, как эгоизм, гордыня и высокомерие. Рекомендуется избегать переоценки своих сил и возможностей. Если вы не сможете совладать с проявлением этого, то рискуете больше потерять. Чем приобрести? Кроме того, энергетика дня хорошо способствует избавлению от плохих привычек, и если у вас есть такая цель, сегодня вы не повстречаете трудностей на ее пути. Подведя черту, скажем, что 20-й лунный день принесет вам много удивительного, поможет посмотреть на мир по-новому. Проанализировать и понять свои прошлые ошибки, посмотрев на них чужим взглядом, и сделать верные выводы для будущих решений. Даст возможность ощутить внутреннюю чистоту, уверенность в себе и своих силах, а также понимание того, как полученный дар можно сохранить и использовать в дальнейшем. Есть мнение, что энергия 20-го и 21-го лунного дня слиты воедино. В 20-й лунный день начинается процесс внутреннего преображения, а в 21-й он достигает своего пика. Мы получаем энергию большого движения, становимся деятельными, активными и необычайно храбрыми. Это единственные в лунном месяце дни, когда нам очень легко решиться на то, чего раньше боялись. Это время рекордов и подвигов. Все предпринятое будет иметь успех. Однако здесь имеется важное условие, не слишком любуйтесь собой, сегодня нельзя злиться, проявлять гордыню. Высокомерие и презрение – это тормозит преображение. К этой двойке дней подходят все энергетические связи. Энергия и информация, полученные за прошедшие две трети лунного месяца, усвоились и могут принести плоды. Влияние на личность. День духовного роста и преобразования своей личности. В это время можно увидеть мир в новом свете, а также совершить полные внутренние преображения. Рекомендации. Начинание, но не надо начинать дел, когда не уверены в своих силах, оно может преобразиться в совсем другое. Рекомендуется находиться дома, заниматься хозяйственными делами, семьей. Следовать традициям. Не стоит заниматься скучными делами, экстрасенсорикой. Предупреждение, надо преодолеть гордость, надменность, придирчивость. Искореняйте гордыню. Не пользуйтесь духами, сегодня лучше воздержаться от любых запахов. Опасны гордыня, высокомерие, брюзгливость, стремление к чрезмерному доминированию, вызванные, тем, что в плане духовной отдачи есть возможность отдать все, и если нет заранее наработанного потенциала, можно легко перерасходовать себя. День кармических воздаяний. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями. Ложь для этого дня равноценна самоубийству. С этим днем связана чакра анахата, лопатки, верхняя спинная часть и брюшина. Если человек неправильно живет, то знак, который он получит, это онемение шеи и холки хребта. Это очень важный день, он не зря назван, круг жизни. Сюда подходят почти все энергетические связи. Неправильное использование этих энергий может привести к потере сознания и к повышению давления. Может быть онемение рук и боли в лопатках. Может возникнуть неприятное ощущение, как будто кто-то сидит на вас или вы несете на спине камень. Луна в близнецах склоняет нас к деятельности и активности. Причем одновременно повышается внушаемость, мы становимся подвержены различным влияниям. Вследствие чего можем наделать и кучу ошибок. Это период ненужных покупок, трата времени на бесцельные общения и мероприятия. В дни близнецов нас тянет к общению, в эти дни люди особенно охотно знакомятся. Усиливается поверхностная эмоциональная восприимчивость, на все бурно реагируем. Когда луна в близнецах мы разбрасываемся и легко хватаемся за разные занятия, которые остаются впоследствии незавершенными. Дух становится деятельным и многогранным, носится скачками. Одно дуновение ветерка может сбить его с курса. Луна в знаке зодиака близнецов повышает чувствительность легких, дыхательных путей, а также рук и плеч. Усиливается отрицательная реакция на загрязненность воздуха, на непроветренные помещения. Вероятно затруднение дыхания, одышка, обострение стеохондроза и ревматизма в области плеч. Ревматические прострелы в области плеч особенно настойчиво просят подходящих мазей. Постарайтесь как можно больше времени проводить на воздухе, в лесу или парке. Однако слишком легкая одежда в прохладную погоду может вызвать у нас весьма неприятные ощущения. Избегайте также излишней нагрузки на руки и плечи. Дни близнецов – это хорошее время для дыхательных упражнений. Восстанавливающих кровь и обмен веществ, что ведет и к улучшению состояния кожи. Можно применять ингаляции, мази и другие средства для облегчения состояния дыхательных путей. А что касается операций и сложных процедур на легких, бронхах, в области груди их надо избегать. Луна в близнецах благоприятна для кратковременного голодания, очистительных процедур, гимнастики для мышц лица, а также для ароматерапии, ингаляций, посещения бани. Когда луна в близнецах, исключаются хирургические вмешательства в области трахеи, бронхов, легких, языка, верхних конечностей, нервной системы. В дни близнецов хорошо пройдут операции и процедуры, связанные с печенью, а также в области бедер. Показаны все кровоочистительные процедуры. Рекомендуется лечение заболеваний печени, прием лекарств, разгоняющих кровь. Луна в близнецах, дни близнецов, красота. Стрижка волос В дни близнецов лучше не стричься, особенно при убывающей луне. Волосы могут стать тонкими, ломкими и начать выпадать, если несколько раз подряд ваша стрижка попадет на этот период. В период луны в близнецах не рекомендуется делать маникур, педикюр, наращивать ногти. Оформлять брови, завивать кончики ресниц, стричь и окрашивать волосы. Дни близнецов прекрасно подходят для ароматерапии, ингаляций, массажа и ванночек для рук, посещения бани. Среди косметических средств предпочтительно легкие. Быстро впитывающиеся увлажняющие и питательные кремы с экстрактами трав и биоактивными добавками из проростков злаков. В декоративной косметике позволительно применять больше ярких красок и выразительных акцентов. Влияние третьей фазы луны на человека, третья фаза луны характеризуется как время распределения сил, время принятия решений, в этот период важно следовать своей интуиции и не бояться рисковать. Вероятность успеха высока, люди могут чувствовать прилив сил и желание действовать, в то же время. В эту фазу лунная энергия может быть несколько нестабильной, это откликается неуверенностью в словах и действиях, стрессом и переживаниями. В этот период луна дарит вдохновение и силы, чтобы сделать все, что было задумано в более ранний период. Стоит довериться внутренним ощущениям и действовать. Не упуская благоприятное время для улучшения своей жизни, вы сами почувствуете, готовы ли сменить работу, пойти на повышение или решиться на создание семьи, самое время получать то, чего вы давно добивались. Благоприятно луна влияет и на физическое состояние, силы и выносливости хватает на весь трудовой день, а небольшие физические упражнения и прогулки идут только на пользу телу, а также помогают разгрузить мозг при интенсивных интеллектуальных нагрузках. Полезно чередовать несколько видов действительности, так вы не будете уставать и добьетесь большего результата, чего нельзя делать в третью фазу луны. Астрологи настоятельно рекомендуют не оставлять незаконченных дел в этот период. В противном случае они будут постоянно всплывать и напоминать о себе, притом не в самой приятной форме. Лучше отказаться от дорогих покупок и не спускать последние кровные на шоппинг, тех, кто все же отважится на крупные капиталовложения, ждет масштабное разочарование. Пройдет совсем немного времени и вы поймете, что львиная доля из того, что было куплено в этот период, вам в принципе не пригодится, давать в долг тоже не стоит, возврат денег затянется, более того, вы можете навсегда испортить отношения с хорошими знакомыми или друзьями. В это время не стоит делать крупные покупки, данный период неблагоприятен для свадеб, любой союз обречен, притом закончится мнимая идиллия может гораздо скорее, чем кажется, чувства уйдут, запал исчезнет, а вы останетесь печальным и разочарованным в людях, правда для тех. Кто основательно подойдет к заключению брака, не полагаются на эмоции, есть вариант построить крепкие узы, которые проживут долгие годы, традиционно в эти дни не крестят детей и не вырывают зубы, при этом период благоприятен для оперативного вмешательства. Плохой приметой считается заболеть, выздоровление ожидается долгим и трудным, не рекомендуется пересаживать растения, сеять семена, но при этом период благоприятен для посадки корнеплодов, всего, у чего плод находится под землей, и заготовок, что можно делать в третью фазу Луны. Самое время поменять работу и уйти с места, на котором вы не чувствуете свою пользу, важно простить всех, кто причинил вам зло, и двигаться дальше, не оставляя на душе обиду, обязательно рассчитайтесь со всеми долгами. Полезно заниматься очищением организма, придерживаться концепции правильного питания, садиться на диету, строгое голодание при этом не рекомендуется, потому что отсутствие энергии от пищи снизит физическую активность и ослабит иммунитет, тело податливо к изменениям. Поэтому просчитанная диета принесет результаты, удачными будут косметические процедуры, можно подстригать волосы, но нужно быть готовым к тому, что они будут медленнее расти, период отлично подходит для улучшения жилищных условий, выбрасывайте ненужные вещи или отдавайте их. Решайтесь на интересные интерьерные решения, делайте перестановку, приятно удивит, что смена портьер и пледа так сильно изменит вид комнаты в лучшую сторону, в этот период наведите порядок дома. Влияние третьей фазы Луны на знаки Зодиака, Овен, Овны взбудоражены действием Луны и довольны активны, в них кипят эмоции и они готовы действовать и добиваться успеха, это получается у них отлично, они становятся лидерами, которые моментально решают проблемы, придумывают нестандартные решения. Помешать их успеху может только излишняя эмоциональность и вспыльчивость. Телец, он долго готовился и шел к новым изменениям, его ждут успехи в карьере, а руководство наконец заметит трудоспособность и ум Тельца, предложив повышение или премию, Телец уверен в себе и амбициозен. Но стоит ему поддаться апатии или лени, как возможности будут упущены, и ему еще долго придется топтаться на одном месте. Близнецы, деятельность близнецов не так зависит от лунных фаз, но и им проще развивать свои идеи в эти дни. Люди вокруг более благосклонны к их нетрадиционным решениям и эксцентричным инициативам, если в остальной период окружающие готовы назвать мысли близнецов чудачеством, то теперь они признают их гениальность. Рак – представители знака на подъеме эмоциональном и физическом. Но чем ближе окончание фазы, тем слабее становится их удачливость и энергичность. Важно успеть сделать задуманные в первые дни фазы, а не откладывать планы на потом. Лев – в этот период львам приходится непросто, луна путает планы, дарит удачу не льву, а другим представителям зодиака. Это раздражает льва, ведь в эти дни он на время перестает чувствовать себя особенным, но уже к завершению фазы ситуация выравнивается, и лев снова становится хозяином положения. Дева – представители знака собранные и деятельны, они успешно выполняют задуманные. Не поддаются эмоциям и непреклонно идут вперед, это хорошее время для того, чтобы сменить работу или решиться на семью и детей, в эти дни любые изменения воспринимаются проще, мышление более гибкое и готово к компромиссам. Весы – представитель знака равнодушен к действию капризной луны. Но зато он умеет чувствовать настроение окружающих и пользоваться их расположением, пока остальные эмоциональны, и не знают, куда направить свою энергию, весы замечают возможности, заводят полезные знакомства и не упускают шансов. Скорпион – скорпиону тяжело справиться со своей эмоциональностью. Из-за этого даже велик риск испортить отношения с любимыми людьми или на работе, представитель этого знака более принципиален и непреклонен, чем обычно, его планы сейчас первостепенны, поэтому реализуя их, он может случайно обидеть кого-то другого. У него появляется непоколебимая уверенность в своей правоте и желании действовать, чужая удача рассеивается, стоит поблизости появиться скорпиону. Стрелец – этот знак рад ослаблению позиций луны, но именно в этот период ему приходится терпеть ее воздействие. В голове роится множество идей и планов, но не все они реализуются, во время этих дней стрелец тратит неоправданно много энергии, а результат несоизмеримо мал, но иначе стрелец не может, луна побуждает к действиям и обещает успех, который не всегда удается достигнуть именно в эту фазу. Часто результат появляется только к концу лунного цикла. Козерог – в этот период козерога могут накрывать несвойственные ему сентиментальность и эмоциональность, ему сложно сдерживаться, столкнувшись с несправедливостью, силой козерога на подъеме, что обещает материальный успех. Но может возникнуть непонимание в семье, так как козерог слишком увлекается работой. Водолей – водолеи чувствуют себя целостной и гармоничной личностью, в эти дни их талант признают, а к словам прислушиваются, их ждет успех на работе, в любви и в амбициозных начинаниях. Самое время сделать увлечение частью работы и найти инвесторов. Рыбы – этот знак зодиака находится на подъеме физических и эмоциональных сил, они много работали и ждали своего времени, а теперь могут выйти из тени и продемонстрировать окружающим ум и профессионализм, они успевают на работе. Удивляют домашних заботой и любовью, луна заряжает рыб силами, которые они с удовольствием тратят. Продолжение следует...